Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Финверсия. Меня зовут Игорь Мальцев. Знаете, год назад мы первый раз коснулись в одном из наших видео такой темы, как прямые продажи. Почему коснулись? Потому что это в некотором роде тоже инвестиции. Инвестиции в себя, своего времени, своих знаний, своих навыков. Но что случилось за этот год? Все прекрасно понимают, что за этот год случилась пандемия. В России произошел жесткий удар по экономике, произошел жесткий удар по такому сектору, как торговля. Много-много рабочих мест было потеряно. Я готовлюсь к этому эфиру, подсмотрел некоторые данные статистические, которые предоставляет сейчас Росстат. Вот что хочется сказать. Три четверти рабочих мест именно в области продаж, в области торговли были потеряны за последний период. При этом больше 34% из числа предприятий малого и среднего бизнеса и почти 44% из числа индивидуальных предпринимателей как раз и занимаются продажами. Актуальным способом реализации товаров и услуг сейчас все больше и больше становятся прямые продажи. Именно поэтому я решил пригласить на этот разговор сегодня через год после нашего первого эфира Ирину Полякову, директора по маркетингу и пиар международной компании QNET и Антона Табаха, доцента высшей школы экономики и эксперта по финансовой грамотности. Здесь мы с вами в некотором роде коллеги. Коллеги, хочется начать с такого первого, может быть даже в некоторой степени общего понятия, как перспективы. Перспективы прямых продаж в нашей стране и в сравнении с другими странами. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы сконцентрировались именно вот на этом годе, вот этом пандемийном годе, который и принес нам столько разных эмоций, как положительных, так и отрицательных. Антон, скажите, пожалуйста, вы, как доцент высшей школы экономики, что скажете относительно прямых продаж? Насколько эта индустрия сейчас востребована? Насколько она может помочь людям как покупателям, так и самим продавцам? Все сущее разумно, как известно, как учит нас классическая философия. Поэтому здесь достаточно понятная история. На всякий товар есть свой купец. Соответственно, то, что люди покупают определенным образом, разные каналы продаж, это абсолютно нормально. Главное, чтобы все было честно, то есть информация о товаре раскрыта, содержание товара понятно или услуги, и, соответственно, люди понимают, что они делают. Это что касается покупателей. Соответственно, если есть возможность купить напрямую, купить через интернет, купить в ларьке, купить в большом супермаркете, все это помогает потребителю, а дальше он сам выбирает. С продавцами более интересно, потому что сейчас, опять же, технологии позволяют практически все, и мы видим, что если с традиционными продажами через, соответственно, магазины из кирпича и цемента становится все хуже и хуже, то, что интернет-продажи, что прямые продажи, либо вот, может быть, Ирина скажет про новую тенденцию, что прямые продажи уходят в интернет, и даже ушли во многих компаниях практически полностью, то здесь ситуация совершенно другая, потому что эти сегменты достаточно быстро растут, и не только у нас, а по всему миру. Собственно говоря, то он обычно задают Соединенные Штаты или, наоборот, Юго-Восточная Азия, и там и там этот сектор бурно развивается. И второе, то, что мы видим, это совпадает, скажем так, с общественной потребностью и государственной политикой. Потому что если мы посмотрим, то у нас государство сейчас активно поощряет самозанятость из разных соображений. Альтруизмом наше государство никогда не отличалось. Вот, у меня тоже такое подозрение. Есть желание занять людей, собрать немножко налогов в местные бюджеты, потому что для федерального бюджета это сущие копейки, и собрать их таким образом, чтобы потом не возникали пенсионные права. Это другая моя любимая тема. Но в данном случае это совпадает с тем, что, условно говоря, торговля поощряется, торговля онлайн, она вообще лучше контролируется, поэтому государство всячески ее любит через ИП и самозанятость. И, наконец, люди заняты. А торговля, если мы смотрим на опыт исторический, что у нас, что в других местах, это способ такого прямого, очевидного социального лифта. То есть, с одной стороны, все очень по-дарвиновски, выживает сильнейший, с другой стороны, сильнейший может оказаться вполне успешным, не имея, скажем так, социального капитала или больших денег на входе. Поэтому здесь мы видим, что прямые продажи, опять же, легитимные продажи и вполне у компаний, скажем так, адекватных и с соответствующей историей, вполне активно развивались и в последний год. И, я думаю, в будущем тоже эта тенденция продолжится, потому что она накладывается на, скажем так, общественные тенденции. Слово представительницы одной из сильнейших компаний, QNET. QNET, как вы пережили этот год и любит ли вас государство, как сказал Антон? Что касается опыта QNET в этом вопросе, то наши независимые представители за прошлый год не только не сократили свою деятельность, но и, наоборот, расширили, укрепили свои команды. Это связано с тем, что многие люди потеряли работу в рамках кризиса или сократили им зарплаты. Соответственно, они искали способы дополнительного заработка или полной смены карьерного пути. И отрасль прямых продаж, здесь ты сам себе начальник. Люди работают как индивидуальные предприниматели, здесь тебя никто не может уволить или обидеть в деньгах. Все зависит от того, как ты сам развиваешь свой бизнес, вкладываешь свои усилия, свое время, свои знания и, собственно, строишь свою структуру. С другой стороны, некоторые из тех, кто прогорели в традиционных бизнесах, обратили свое внимание на сферу прямых продаж, потому что, во-первых, здесь не нужны такие крупные вложения, как в традиционный бизнес, поскольку не нужно, наверное, давать офисы, по крайней мере, поначалу, не нужно нанимать сотрудников, как в тех же самых кафе или магазинах. То есть ты делаешь свои презентации где угодно – дома, онлайн, в кафе за чашкой чая. И вот особенно 2020 год показал, что онлайн-продажи – это очень перспективная отрасль. Сфера прямых продаж вообще усиленно переходит в онлайн, а наша компания была пионером в сфере электронной коммерции, именно в прямых продажах. Мы с самого своего рождения, с 1998 года, на 100% онлайн-бизнес. Как я уже сказала, благодаря успешной дистанционной работе в дни пандемии нашим независимым представителям из России удалось расширить свое присутствие не только в другие города, но и даже в другие страны. Я говорила про азиатские, африканские страны, Центральную Азию, а сейчас хотелось бы привести в пример еще европейское наше подразделение. Оно в 2020 году получило награду Digital Business Award 2020 за как раз использование инструментов e-commerce в дни пандемии. Коллеги из европейского отделения проводили по 20 вебинаров в неделю на 7 языках, устраивали всевозможные онлайн-конференции, виртуальные мастер-классы по продвижению в соцсетях. Наша знаменитая конференция vConvention, которая собирала по 12-15 тысяч офлайн-участников в прошлом году, собрала более 200 тысяч участников в онлайн-формате, первый раз мы такое проводили. И вот европейское отделение получило вот эту премию старейшего журнала отрасли прямых продаж в Европе Network Carrier. И благодаря всем этим достижениям мы вошли во Французскую Ассоциацию прямых продаж в Европе. Если мы говорим о русскоязычном сегменте вашего бизнеса, то человек, находясь в России, может делать презентации на другие страны, где есть русскоязычные потребители. Конечно. Это работает? Да, это работает. И поскольку доставка осуществляется напрямую потребителю, покупка делается в интернет-магазине компании, который глобальный, презентации могут делаться из любой точки мира в любую точку мира. Соответственно, это не только страны СНГ, но и Западная Европа, и даже Африка, и Азия. То есть у наших российских представителей есть команды в совершенно разных странах. И многие наши независимые представители, особенно активно, когда были ограничения на очные встречи, стали развиваться онлайн, проводить вебинары, тренинги и перешли даже границы государственные в плане того, что стали развивать свой бизнес в других странах, не только в других городах. А скажите, пожалуйста, еще один такой уточняющий вопрос. Если отчитывать начало пандемии от марта месяца прошлого года, когда вы почувствовали тот самый приток увеличения команд, я так понимаю, у вас там такой командный принцип построения, когда народ пошел? Через месяц пошел, когда понял, что ждать нечего, нужно как-то самому шевелиться? Или там через два? Здесь так кратко. В середине года, я бы сказала, вначале все все-таки были в панике. Многие люди пытались перестроиться, было непонятно. Перестроиться на старом месте работы? Вообще приспособиться к текущим условиям, потому что объявили карантин, было непонятно, сколько он продлится. Его продлевали, продлевали. Очень много ресурсов людей уходило на то, чтобы понять, как вообще дальше жить. Прямые продажи действительно достаточно гибкая отрасль, и у нас были с самого начала все инструменты для того, чтобы работать онлайн, в отличие от оффлайн-бизнеса, в котором пришлось перестраиваться, вводить какие-то доставки, онлайн-презентации, онлайн-интернет-магазины открывать. Поэтому мы наблюдали спад, наверное, первые месяца полтора, а потом пошел рост. Прирост вот этих новых агентов, как у вас это правильно называется? Независимые представители. Независимые представители. Да, расширение команд. Ну, вот я говорю, да, где-то к середине года. К середине года. Лаборатория Касперского разразилась таким своим отчетом на тему того, как сейчас относятся люди к работе. 40% сотрудников хотят уволиться, несмотря на то, что за окном явно нет свободной кассы, куда можно людям взять, просто перейти дорогу и начать работать, по моему мнению, в другом месте. Почему хотят уволиться? Потому что 72% из них хотят получать более высокую зарплату. Ну, наверное, это связано с инфляционными ожиданиями, которые сейчас складываются. Здесь вот, Антон, если можно, вы прокомментируйте тоже, пожалуйста. 46% хотят испытывать большую удовлетворенность от своего дела. Классная формулировка, вот она мне тоже очень понравилась. 41% ждут более гармоничного баланса между работой и личной жизнью. При этом 45% намерен остаться, чтобы увеличить доход на прежнем месте, и, я так понимаю, за счет каких-то дополнительных источников дохода. И 26% мечтают о более значимой работе. Так вот, если брать такую комплексную историю. Удаленка плюс желание людей сменить работу, либо увеличить свой доход. Антон, вопрос первый. Желание получать больше денег связано с этим? Желание получать больше денег связано с человеческой природой. Человек жаден и хитер. Человек по природе своей, да. Жаден и труслив. Соответственно, эти два качества, собственно, я думаю, в этой студии в основном все крутится вокруг этих двух качеств. Приложение к финансовым рынкам. Страх и жадность. Если более серьезно и с меньшей критикой к человеческой природе... И еще отвага. Еще отвага периодически возникает. Да, отвага. Но отвага – это обратная сторона страха. То тут можно сказать, что действительно есть опросы, которым по большей части верить нельзя по той причине, что люди говорят одно, а делают на самом деле другое. Особенно с учетом того, что происходит. Но есть общие тенденции. Есть схлопывание традиционных рабочих мест. Это мы сталкиваемся. Есть переход на частичную занятость в тех секторах, где это не было нормой. Условно говоря, в академическом секторе занятость в нескольких местах, причем такая сильно частичная, была всегда нормой. Может, поэтому университетские преподаватели в среднем живут дольше и, как сказать, бодрее. Это известное дело. Опять же, работа с молодежью, интеллектуальная занятость и все остальное. Но сейчас это распространяется практически на все сектора. То есть достаточно много людей, например, работает в одном месте более-менее полноценно и, например, добавляет теми же прямыми продажами. То есть вот из моих знакомых, которые, скажем так, в этой сфере, именно непрофессионально, большинство как раз именно занимаются этим дополнительно. Инфляционные ожидания – да, фактор. Потому что можно долго спорить, правильно ли считают инфляцию или неправильно, и для каких социальных групп инфляция выше, ниже, и от чего это зависит. Но факт остается фактом, что инфляция в этом году скакнула. Скорее всего, в этом году будет борьба с инфляцией, уже Центральный банк заявил. А, как мы помним из советских анекдотов, устроим такую борьбу за мир, что камни на камне не останется. Соответственно, есть большой риск того, что в процессе борьбы с инфляцией окончательно задавят доходы населения. Потому что можно бороться на разных сторонах. Вот у нас борются через процентные ставки и через доходы населения, которые растут. Если мы, опять же, посмотрим, то у нас, скорее всего, рост зарплат тем немытьем-то катанием будет прижиматься, естественным и неестественным путем. Соответственно, что остается? Остается вертеться. Вот с этой точки зрения, опять же, все те же прямые продажи. Одна из сфер, где вертеться при наличии соответствующих навыков и везучести может оказаться крайне продуктивным. То, что вы говорили касательно вот этих факторов, перечисленных в исследовании Касперского... Честно говоря, у меня, вот то, о чем Антон сказал, у меня есть вопросы к этому исследованию, насколько цифры релевантны. Но все равно будем отталкиваться от них. Может быть, вы их подтвердите или, наоборот, опровергните? Про цифры я, конечно, сказать ничего не могу, но то, что касается трендов, я вижу их именно такими. То есть все больше людей, даже в сфере моих коллег и знакомых, хотят отказываться от работы в офисе с 9 до 6, а как мы знаем обычно, это с 9 до 9, плюс еще и выходные приходится зачастую, да, при традиционной офисной занятости. Хочет большего баланса, больше гибкости между работой и своей частной жизнью. И многие хотят больше зарабатывать, что не получается, потому что есть определенные рамки повышения, да, которые часто даже инфляцию не покрывают в традиционных компаниях. Соответственно, правда, прямые продажи в этом смысле абсолютно соответствуют этим трендам, поскольку здесь можно быть занятым частично, и тогда это дает тебе больше гибкости. Ты сам себе начальник выбираешь. Сегодня я работаю, завтра я не работаю. У тебя есть некая подработка. Либо можно вкалывать, так сказать, на 100%, и при этом существенно повысить тот потолок, который у тебя, возможно, был на твоей предыдущей работе. У нас очень много таких примеров истории успеха, когда люди из достаточно таких, из простых специальностей приходят в прямые продажи и взлетают, и из достаточно серьезных позиций в офисе уходят, наоборот, чтобы чувствовать себя более расслабленно, самому себе хозяином, и так не напрягаться, но иметь все равно достойный доход. Наверное, в основном те люди, которые работают в отделах продаж крупных компаний, те, у которых навыки продавцов есть. Неужели бухгалтера приходят? Самое интересное, что отрасль прямых продаж, она в этом смысле такая, в каком-то смысле, американская мечта, равенство для всех. То есть здесь не настолько важны навыки именно продаж, и не всегда такие вот классические продавцы, такие впариватели, да, вот с навыками жестких продаж, будут здесь успешны. В сетевом маркетинге... Вот вы сейчас начинаете ломать мои, так сказать, стереотипы. Это так и есть. Мы с этим сталкиваемся. Очень эффективны в прямых продажах те люди, которые умеют, которые обладают навыками общения и нетворкинга. То есть те, у кого широкий круг общения, кто умеет общаться с незнакомыми людьми, кто не стесняется. Не обязательно это навыки жестких продаж, это скорее навыки рассказать о себе, поинтересоваться другим человеком, узнать его потребности, предложить ему что-то интересное, поделиться ненавязчиво. Как раз такие жесткие продавцы часто отпугивают, и им не всегда удается... Которые давят, давят, давят? Да. Это холодные контакты, начало? Или все равно какое-то... Нет, начало – это всегда твой круг общения. Вот в той школе бизнеса, которая есть у нас, начало, старт твоей структуры начинается с того, что ты делаешь презентации, рассказываешь о компании, рассказываешь о продукте, о финансовом плане, если их интересует именно бизнес, а не просто покупка. Максимальному кругу своих контактов. Поскольку этот бизнес выстраивается на доверии. Очень сложно остановить человека на улице и начать ему что-то активно предлагать. Нужно завести разговор, нужно, чтобы человек был готов тебя выслушать. И чаще всего это проще сделать с кругом своих родственников, друзей, знакомых, бывших коллег, соседей по дому, по даче и так далее. И ровно с этого все и начинают. А потом уже, конечно же, люди начинают растить свою команду, начинают активно продвигаться в интернете, к ним начинают приходить какие-то холодные запросы, когда люди интересуются продуктами. Часто человек начинает покупать продукт, он ему нравится, и тогда он начинает его советовать другим. И через это к нему приходит идея, о, а может быть, я могу и попродавать это, и получить за это комиссионное. Знакомые через соцсети как-то здесь помогают или нет? Абсолютно. Скажем так, френд в соцсети и знакомые в жизни, это разная коммуникация. Понятно, что со своими друзьями мы общаемся лично, да, и мы можем просто рассказать ему о прекрасном продукте или о способе заработка, встретиться за чашечкой кофе, а через соцсети это более массовая коммуникация. Но все равно, если человек на тебя подписан в соцсетях, его интересует, твой контент, его интересует, твое мнение. И это как раз сейчас очень популярный способ привлечения новых клиентов и новых представителей в свою структуру. Каверзный вопрос. Вы сказали, что у вас есть школа бизнеса вашего, где, я так понимаю, проходят тренинги и людей как раз учат контактам, учат общению. Скажите, пожалуйста, а у вас есть данные, сколько людей, начавших обучение, его не заканчивают? Это обучение постоянное. То есть там нет такой истории, что ты пришел, отучился, сдал и дальше пошел в люди. Тренинги и различные мероприятия компания проводит постоянно. И те, кто успешен, они в этом участвуют постоянно. То есть это такой принцип непрерывного образования. То есть люди видят смысл в участии. Да, да. И это такие командные мероприятия, это встречи с успешными бизнесменами, которые уже построили свои бизнесы в прямых продажах, в различные тренинги и на тему, собственно, непосредственно работы и продаж, на тему продукта, на тему этики, финансовой грамотности. То есть там такой целый большой комплекс. И это одно из таких ключевых особенностей сферы прямых продаж, потому что, когда человек приходит в прямые продажи, преимущество как раз в том, что он может ничего не знать вообще, никогда в жизни ничего не продавать. Ему дают полный комплект знаний и навыков, которые ему необходим. Возьмет он его, будет он им пользоваться, будет у него достаточно терпения, настойчивости, будет он готов к каким-то отказам и неудачам. Вот это уже его личностный фактор. Потому что можно прослушать все тренинги и знания, но выйти в людей, столкнуться с отказом и решить, что это не для тебя. Такое тоже бывает. По опросам, по статистике, которые собрали коллеги сравниру, в России около 40% компаний основали женщин. Вот для меня эта цифра была, скажем так, удивительная. Я не знал, я думал, что меньше, честно говоря. 40% мне кажется, это очень достойная цифра. И мы на самом деле получается одна из стран-лидеров в этом плане. В 2020 году поднялись, я имею в виду, Россия поднялась с 16-го места на третье в списке стран, где сильнее всего выросло количество женщин-предпринимателей. Антон, прокомментируйте эту статистику. Коллег. Тут вопрос, как бы есть статистика, есть опросные данные, есть разные, но это действительно у нас как бы малый бизнес во многом женский. Это не всегда от хорошей жизни, собственно говоря, если мы посмотрим исторически, то приход в малый бизнес чаще всего был вынужден. Кого не брали в большой, кого не брали на государевую службу, кто выбивался из социальной структуры, тому приходилось заниматься малым бизнесом, но очень часто это вводило там и национальные меньшинства, и женщины, и какие-то вот группы, которые тем или иным образом дискриминировали, пожилые люди, наоборот, молодежь, то есть в разных обществах по-разному. Собственно говоря, вот американский опыт показывает, почему, например, самые такие на слуху компании прямых продаж, та же Мэри Кейвка в области косметики, одна из самых старых и знаменитых, вот это как бы женская история. Есть и другие компании, тоже как бы не менее на слуху, и как бы очень старые, и очень современные, а у нас сейчас как бы наложился экономический кризис, наложилось вымевание рабочих мест, скажем так, в классических женских секторах и в госаппарате, ну и здесь мы как бы видим, что происходит, и собственно говоря, если мы посмотрим на самую такую звездную продажную, непродажную историю, не прямых продаж, а классических продаж последних там нескольких лет, это вот Вайлдберрис, там женская история. Зачем хотел упомянуть этот интернет-магазин, но по сути интернет-гигант потом не стал тоже по нему много говорить. Вопросов много, да, разговоров много, но самое главное, что да, и собственно говоря, опять же, вот когда мы говорим, что прямые продажи это часто социальный лифт, это да, ровно поэтому там, несмотря на то, что постоянно возникают какие-то вопросы, постоянно хочется эту сферу взять под контроль, зарегулировать, по самое не могу, во многом, почему регулирование по большей части умеренное, именно потому, что надо давать выход, потому что иначе, ну как бы, людям нечем будет заняться. И да, это очень часто женская история. Ирина, у вас большинство женщин работает в компании? Статистика разная, на самом деле, если посмотреть по миру, глобально, в Кьюнайт больше мужчин, но в России у нас статистика абсолютно совпадает с общероссийской. Вы продолжаете ломать мои стереотипы? Ну, все-таки компания... Я, честно говоря, честно говоря, думал, что все равно все-таки это женская история. Ну, все-таки у них компания со специфической географической привязкой, то есть большая активность в мусульманских странах, соответственно, там, понятное дело, торговля тоже мужская история. А в России у нас больше половины женщин, хотя мужчин тоже достаточно много, но если мы в целом посмотрим статистику прямых продаж, вот тот отчет, который опубликовала Всемирная Федерация, Ассоциация Прямых Продаж, в июле 2020 года, по данным 2019 года, в индустрии в целом работало почти 200 миллионов сетевых бизнесменов и 74% женщины, 26% мужчины. Вот. Ну, у нас в России близко, скорее, к 50 на 50, но женщин чуть побольше. Таким образом, мы уже выполнили цель ООН по устойчивому развитию к гендерному равенству, да? Ну, в одной из сфер, но в остальных, как бы, да. Остальные еще 16 осталось? Ну, да. То, что касается нашей компании, мы соответствуем целям ООН, да, мы их поддерживаем в своей благотворительной деятельности, а то, что касается гендерного равенства, компания абсолютно точно соблюдает это и в своей деятельности. Например, наш CEO – это женщина на данный момент, и в Совете Директоров примерно половина женщин и мужчин. В России прямыми продажами сейчас занимается 4,5 миллиона человек где-то, тоже чаще женщины, чем мужчины. И, в принципе, женщинам, им легче достигать успеха в этом бизнесе, потому что женщины изначально более коммуникабельны. Как я говорила... У них большее количество друзей им доверяющих, я имею в виду подруг, да? Ну, и подруг часто больше. Если начать, вот этот первый круг, о котором вы сказали. Communication skills, то есть коммуникационные навыки, это такая изначально больше женская сильная сторона, да, вот про горизонтальные связи, да, не про иерархию, не про достижение какой-то, вот вижу цель, иду на цель, да, убиваю мамонта, а вот скорее про поддержание связей, разговоры, такой вот ненавязчивой коммуникации. В этом сильнее женщины, поэтому им здесь как-то, на мой взгляд, легче даже добиваться успеха, чем мужчинам. И один из примеров у нас среди независимых представителей есть миссис-вселенная 2020 года. Это россиянка, жительница Новосибирской области. Она сначала стала миссис-вселенной, и... Параллельно. Прям параллельно? Параллельно, да. Она мама, жена, спортсменка, увлекается плаванием в проруби, и в том числе и независимый представитель компании QNET. Вот в прошлом году она получила вот этот вот звездный титул миссис-вселенная, и стала у нас, кроме того, что она строит свой бизнес, стала нашим народным амбассадором нашей ювелирной линейки. За нее, поскольку у нее очень много подписчиков в соцсетях, как раз за нее проголосовало большинство пользователей соцсетей. А у вас это прям выборы-выборы проходили? Да, мы выбираем локальных бренд-абассадоров в соцсетях. Классная история с точки зрения тем билдинга, какого-то такого объединяющего начала команды. Выберем себе главного посла. Та статистика, которую вы говорите, гендерная, у меня есть подозрение, что в зависимости от специализации магазинов продаж, я имею в виду там по товарам, по группам товаров, и подбирается либо там мужская аудитория, либо женская аудитория. А вот вообще, что продавать напрямую? Если посмотреть, опять же, на отчеты Всемирной Федерации о соцсетях прямых продаж, то 36% товаров, продаваемых в мире напрямую, это БАДы, 29% косметика, 15% товары для дома, 6% это одежда. А товары для дома туда входят, электроинструменты? Про электроинструменты, честно говоря, не знаю, но большое количество всяческих девайсов, умных, начиная там от фильтров, какой-то бытовой техники, и заканчивая бытовой химией. Кажется, я нашел нишу, Антон. Мы займемся с вами. Электроинструмент, виски и сигары? Да. Вот статистика по России не сильно разнится. У нас 44% это косметика, ну, поскольку российские женщины всегда отличались, да, своей красотой и стремлением ухаживать за собой. И 34% это товары для здоровья, включая, опять же, биодобавки. В ассортименте Кюннет все это тоже имеется. Компания продает товары для здоровья, для красоты, а кроме этого и туристические пакеты, и онлайн-курсы, швейцарские часы и ювелирные изделия, и уникальные высокотехнологичные товары для дома, это фильтры для воды и воздуха. Из интересного, если мы посмотрим на рынок Соединенных Штатов, которые являются родоначальником прямых продаж, то у них очень развита сфера услуг в прямых продажах, что пока практически не развита в России и Европе. Например, через... Вы слышите, как ломаются мои стереотипы? Прямо поскрипывают. Я думал, что прямые продажи это то, что в коробочке тебе принесли и все. Нет, нет. В Штатах чуть ли не половину рынка занимает продажа услуг, в том числе они продают страховки, услуги страхования через прямые продажи, точно так же через систему комиссионных. И туристические пакеты клубный отдых. Клубный отдых, отдых в отелях, многолетние пакеты и разовые поездки и какие-то там скидочные системы. И компания QNET здесь не исключение, достаточно важное для нас направление это QVI, это клубный отдых. У нас есть несколько собственных отелей и большая сеть партнерских отелей по всему миру и туда продаются как разовые путевки, так и многолетний пакет. А многолетний пакет это на какой срок? И как это работает? 5, 10, 15, даже 30 лет. То есть цена фиксируется. То есть я могу купить себе такую дачу, что ли, получается? Ну, условную дачу. На определенное время в году, да. Скажем, на право поездки на неделю или на 2 недели в год по сегодняшней цене на ближайшие, скажем, 15 лет. И такие клубные карты можно даже передавать по наследству своим детям. А интересно, каким образом вы работаете с возражениями? Ну, куплю я сейчас, а что там будет с вашим отелем через 15 лет? Вообще-таки часто вопросы задаются? По поводу того, что будет с нашим отелем через 15 лет? Нет, не задают, но у нас есть служба поддержки, которая решает, собственно, все вопросы и претензии. К тому же речь идет не исключительно о наших собственных отелях. В партнерскую сеть QVI Club входят тысячи отелей в 63 странах мира. Мы сотрудничаем с крупнейшими мировыми брендами, такими как Rixos или Reddison. В частности, в России в нашу сеть входит отель Reddison в Сочи. И человек может выбирать любой из вот этой линейки отелей, да? То есть такая диверсификация, по сути, своих вложений можно... Да, да. Поэтому даже если какой-то один из отелей закроется, у клиента всегда будет возможность выбора из тысячи других отелей. Я не говорил о том, что отель закроется. Я говорил о том, что там не будет номеров в этот сезон. Такое, конечно, бывает, но выбор всегда есть. Есть выбор, да? То есть это вполне себе нормальная инвестиция, зафиксировать цену, через 15 лет поехать по той же самой цене, что и там 15 лет назад, да? Да. Классная история. Я тут просто для себя проводил некий анализ, сколько я платил там 10 лет назад за отпуск, и сколько сейчас. Ну, как бы, это даже не инфляция. То, что касается отелей, там как раз все достаточно прозрачно и понятно, поскольку это физически существующие отели, то есть это не какая-то теоретическая услуга, да? Не какой-то загадочный там страховой полис, например. Вот для меня немножко странно продавать, например, страховые полисы через систему прямых продаж, когда это не напрямую из компании. Хотя, вот как оказывается, в Штатах это очень популярно. А с... Ну, просто в Штатах в целом, как бы, агентские продажи в страховании и, скажем так, раздробленность страховой индустрии это норма, в отличие от... То есть везде свое устройство рынка. Ну да, мы более консолидированы здесь, наверное. И, наверное, там более прописанный пакет документов там... И это тоже. У нас страховой агент это нечто забитое еще с советских времен и редко встречающееся. А в Штатах, наоборот, как бы, часто можно в биографиях крупных политиков найти, что создал страховую компанию или был страховым брокером. Опять же, все те же навыки. Работа с людьми, активные убеждения, потом часто трансформируются в политические какие-то... Там прямая дорога. ...достижения, да. Это частая история довольно. Опять же, другая культура. А еще интересный сегмент это онлайн-образование, которое сейчас в 2020 году просто рвануло выше звезд. И у нас есть свой собственный университет. В группе компании QI Group он находится в Малайзии, работает по британской системе, по британским стандартам, и он предлагает как раз всевозможные онлайн-курсы, которые мы также продаем через свою систему прямых продаж. На весь мир? Да. У нас там есть русскоязычные курсы? Да. А это курсы о чем? Всевозможные курсы, то, что касается бизнеса, проектного управления. И B2B программы есть, да? Да. Интересно. Вот это точно не знал. Безопасность, охрана, труда, вот проектный менеджмент очень популярен. Всевозможные курсы по продажам в том числе, курсы по маркетингу, электронной коммерции. Какое-то время мы сотрудничали с швейцарским университетом, у нас даже был MBA, который продавался также через нашу систему. Онлайн-образование, особенно, я говорю, в 2020 году был очень сильный рост. Да, мы это тоже чувствуем даже по нашим проектам, по каким-то вебинарам, по финансовой грамотности еще. Да, это правда. Но университет физический, то есть он работает и как обычное здание со студентами. А, то есть это не просто онлайн-платформа? Нет, нет. Это при университете есть онлайн-платформа. Туда можно прийти, открыть ноутбук и зайти на онлайн-платформу самого этого университета. Конечно, да. Вопрос про финансовые пирамиды. Часто прямые продажи обвиняют в том, что это, скажем так, классная оболочка для построения финансовых пирамид. Антон, вот по вашему мнению, как отличить компанию достойную от финансовой пирамиды? Как бы я вопросами финансовых пирамид занимаюсь уже больше 25 лет еще, как бы начиная с молоду в конфедерацию общества потребителей и дальше, как бы никогда далеко от этой темы не уходил, даже уйдя в такие большие финансы. Соответственно, надо начать с того, что из чего угодно можно построить финансовую пирамиду. Вспомним Чарльза Понса, юбилей которого недавно отмечался, и, собственно, юбилей этой пирамиды как раз вот столетия примерно скоро будет. Он сделал это, извините, из почтовых марок специальных. То есть, это к вопросу о том, что можно из чего угодно. Топор прекрасная вещь. Можно дом вырубить, можно, как раскольников, прийти к старушке и, так сказать, нарушить порядок на финансовом рынке. Да, списать долг, мягко скажем, незаконными способами. Вот. Если говорить серьезно, то действительно это как бы вопрос о том, что финансовая пирамида под видом прямых продаж или когда легитимные финансовые прямые продажи обвиняют в том, что это пирамида, что называется, как начал заниматься этой проблематикой, так просто вот регулярно сталкиваюсь. Значит, тут надо изучать матчасть. Это единственный способ, что не просто, как сказать, верить на слово, а проверять. Доверяй, но проверяй как. В известной поговорке. У легитимных компаний, во-первых, они существуют долго. То есть, нормальная финансовая пирамида возникла недавно или, во всяком случае, на слуху появилась недавно. И нормальный срок жизни пирамиды от нескольких месяцев до полутора лет. Вот. Самые, как сказать, долгоживущие это вот год-полтора. Потом лопаются. Соответственно, если компания существует 5-10-20 лет, скорее всего, это не пирамида. Второе. Насколько есть, есть работа, скажем так, с продавцами, точнее, с независимыми представителями, как это устроено. То есть, есть ли этический кодекс, есть ли членство в международных ассоциациях профильных, есть ли соблюдение определенных принципов, декларирование их, что называется, механизм контроля. Третья важная вещь, это то, что товар или услуга, они существующие, или это торговля воздухом. Понятно, что это оценочное суждение, но, условно говоря, если продаются реальные косметики, биодобавки или же товары для дома, то, конечно, риск того, что это пирамида есть, но все-таки, скорее всего, это совсем не пирамида. При наличии, как бы, первых двух помянутых факторов, это практически гарантированно не пирамида. И, наконец, основатели пирамиды рассказывают про неограниченные возможности заработка. Вот если финансовая схема предусматривает определенные лимиты и регламентацию, то это практически гарантированно не пирамида, потому что она не может вырасти до небес и до бесконечности. Обвинить в том, что пирамида можно практически все, что угодно, но, как бы, если есть товар, если есть следование кодексом и членством в организациях, если есть, если организация долго существует, скорее всего, это вполне легитимная структура, ну, а дальше продажа не всем дается. Например, я думаю, очень многие не достигнут успеха в этой сфере. С другой стороны, те, кто готов обладать необходимыми навыками и готов работать, скорее всего, успехов достигнет и не будет говорить, что это пирамида. Спасибо. Ирина, вашу компанию часто пытаются сравнить с пирамидой, обвинить, или у вас уже совсем другой уровень и тот фактор времени существования, о котором сказал Антон, здесь уже играет на вас. Нет, все компании, даже самые долгоживущие, в том числе, например, Avon и Amway, сталкиваются регулярно с обвинениями в том, что это мошенничество, пирамида, секта или что-то подобное. Хочу добавить к тому, что сказал Антон, еще парочку критериев отличия легитимных компаний от пирамид. Пирамиды практически никогда не занимаются благотворительностью, в то время, потому что им это не нужно, их основная цель заработать побольше денег, как можно быстрее. А большинство компаний прямых продаж имеет определенные свои философии и ценности и участвует активно в разных благотворительных проектах и наша компания тоже не исключение. Мы ведем благотворительную деятельность практически на всех рынках, которых присутствуем и у нас есть собственный благотворительный фонд корпоративный. И еще один очень важный признак, я про это немножко уже говорила, это обучение. Финансовые пирамиды не занимаются обучением своих клиентов, участников. Все компании прямых продаж строятся на грамотном и перманентном обучении, потому что это очень важно, только таким образом можно достичь расширения продаж и расширения структуры. Если человек знает политики компании, если он знает свою продукцию, если он знает навыки продаж, лидерство, мотивацию, все, что связано с этим. Поэтому вот и наша компания в том числе, чтобы повысить финансовую грамотность и чтобы повысить эффективность своих представителей, мы проводим тренинги, выпускаем всяческие обучающие видеоролики. Ну вот и наша текущая передача, она в общем-то тоже является таким информационным инструментом, в том числе и для наших представителей, и для наших потенциальных клиентов. человек вот к вам приходит, начинает работать, у него что-то получается, что-то не получается. Каким образом происходит то, что называется модным словом менторство? Есть какой-то у вас там тренер, ментор, который смотрит и разбирает его ошибки, не ошибки? Есть ли такие люди, которые ведут? Конечно. Это, собственно, основа работы в структуре прямых продаж и сетевого маркетинга. Основа построения своей команды это как раз менторство. У нас есть такие термины upline и downline, то есть вышестоящий член команды, нижестоящий член команды. И тот, кто привлекает в свою команду новых представителей, он автоматически становится их upline, то есть вышестоящим. И его задача сделать так, чтобы они были эффективны, потому что если они не будут эффективны, его бизнес не будет расти. То, что каждый человек получает комиссионные с своих личных продаж и с продаж своих downline, то есть с тех, кого он пригласил и кто стоит под ним. Соответственно, его ключевая задача, когда человек уже занимается не только продажами, а решает именно развивать свою структуру, то его фокус переходит уже как минимум на 50%, а то и больше, именно в менторство, в обучение, в развитие своей команды, постановки им задач, контролю, коррекции, проверки того, что они знают этический кодекс, соблюдают принципы, потому что если человек делает какие-то нарушения, то это становится головной болью его высостоящего, конечно. Все компании. Поэтому это, собственно, ключевая основа деятельности прямых продаж, такое менторство. Спасибо большое, спасибо, друзья, я надеюсь, что мы смогли ответить на некоторые... Знаете, что вот, если помните, даже под нашим первым видео на канале Финверсия, год назад, предпандемийным таком нашем видео, тоже были обвинения, там, да это же пирамида, да ничего, вот, а я заходил, а мне ничего не получилось. Надеюсь, что чуть-чуть мы смогли здесь ответить не просто там в комментариях под прошлым видео, но и сейчас здесь. Мне, честно говоря, нравится, когда развивается какая-либо индустрия, когда эта индустрия а, помогает людям жить, б, эта индустрия, она придерживается определенных принципов, правил и законов, ну вот, ну и, если эта индустрия будет продавать электроинструменты. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.